приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы желаем вам мира здравия а также благодатной погоды сегодняшнее видео это ответ на многочисленные вопросы вот последняя неделя буквально очень много сообщений комментариев вопросов что делать если получили саженец то ли дерево то ли розы и еще какого-нибудь растения декоративное растение а нельзя в это время высаживать я напомню вот у нас есть гороскоп садовода и вы видите что периода с 9 по практически 21 утра нельзя высаживать и многие спрашивают почему это нельзя делать дело в том что да казалось бы растущая луна можно было бы если бы 3 4 в тельце замечательный период но все же получают неизвестно когда отправленные но и долго эти саженцы находятся когда едут к месту назначения мы не знаем когда их выкапывали не знаем когда их вытягивали из холодильника и они еще в сонном виде но уже конечно же тепло и начинается почки начинают раскрываться и многие вот получив да вот очень много было как раз сообщение когда вот было 9 это переход луны из первой второй фазы это очень сложное стрессовое состояние похожее на полнолуние только она длится 24 часа не 48 поэтому в этот период мы пробовали тем более рак для садовых растений только можно если это хороший чистый продуктивный день то можно только высаживать это очень в редких случаях ягодники ягодные кустарники мы делали это и к сожалению они очень подвержены различным грибковым заболеваниям эти растения вот поэтому даже смотрите лев лев очень казалось бы хороший знак огненный знак мне кто-то даже написал одух почти что этому знаку дело в том что во льве не формируется корневая система вырастает зеленое деревцо какой-то маленькая замухрышка получается ну и что сгульки нос урожая а то что запланировано никогда не получаешь мы несколько лет на этом знаке горели в плане в кавычках горели потому что мы потеряли растение так не получили урожая когда выкопали то увидели что корни к сожалению маленькие небольшое количество корней на таких корнях естественно такой же и урожай ну и далее смотрите дева это период для сейчас хороший для декоративных растений то есть если вы получили саженцы розы декоративных растений различных цветочные высаживаете вот это можно но тоже можно высаживать 13 и 14 а далее идет сожженный путь полнолуния очень сложный период смотрите до идет до 18 апреля но естественно в стрельце то же самое это похлеще история чем во льве это знак огня это же тянется растение вверх но корневая система не образуется и вот замечательный период получается в козероге 21 после 7 8 часов утра то есть когда солнышко уже взойдет весь день практически до ночи и 22 тоже можно будет заниматься посадкой любых саженцев и цветочные и садовые любые саженцы можно будет высаживать ну что делать вы спрашиваете каким образом быть если допустим получили заранее вот эти саженцы они там находятся корни в каком-то небольшом количестве то ли земли то ли опилка разные бывают ситуации по-разному покоятся что делать вот я покажу как что я обычно делаю вот смотрите это саженец у меня получен был осенью поздно осенью это актинидия катруся и еще одна у нас актинидия вот 2 актинидии но это моя одна и что я делаю саженец был получен 7 сантиметров высота маленький такой был горшочек я пересадила его вот здесь у нас объем где-то около трех литров вот этот объем большой и занесла в погреб в данном случае вы можете когда получили саженец просто до момента 20 21 тоже его посадить в обычную садовую землю так как положено и хорошо его увлажнить эту почву притоптать чтобы была плотненькая земля и корни будут дальше работать проснется растение но не выставляйте на солнце сразу же могут погореть нежные листики поэтому вот я их постепенно выносила в теплицу в затенение потом в теплицу вот они в теплице живут а буду высаживать по погоде буду буду будем смотреть то ли 20 или 21 если погода будет еще по-прежнему не очень благоприятной то мы еще и позже можем высаживать и будем рассматривать вариант у нас есть еще смотрите вариант высадки практически до козерог здесь уже ничего нету значит буду переносить на май месяц и ничего сложного нету в этом смотрите он горшочки формируется корневая система растения вегетирует растет вот дружку полюбили эти два саженца здесь конечно поменьше горшочек но я уже не буду увеличивать объем вот земля уплотнилась и очень легко перед посадкой полить и просто перевалку сделать в землю благоприятный день это очень важно так что вы можете и саженцы роз и саженцы своих если это небольшое а если большое даже большой саженец там допустим садовое дерево какое-то просто взять ведро и в ведро посадить а как в ведре чтобы легко вытянуть затем можно и так пересаживать можно просто у нас есть видео посвященное посадке кабачков большие объемные такие горшки для того чтобы потом очень легко их перекладывать не ранить корневую систему я сделаю сносочку под этим видео увидите как мы это делаем это подходит абсолютно для всех растений так что высаживайте не бойтесь в любой день когда вы получили просто горшки а затем в хороший период высаживайте уже в землю где будет постоянное место жительства этого растения и вы увидите что у вас вот тот момент когда вы уже высадите в землю он должен быть обязательно благоприятный хороший период для того чтобы и хорошая корневая система была и здоровое растение и затем чтобы был хороший урожай и долго это растение радовало вас или цветами или же ягодами или плодами вот такая тема я думаю что я ответила на ваш вопрос на что писать писать нужно много а у нас очень много дел сейчас весна и нужно много успеть поэтому я вот решила уже просто сделать такое видео ответ любые горшки большие все любое используйте и есть возможность заносите в дом если морозная холодная погода а еще будут такие периоды еще очень много воды будет могут растения вымокнуть мы имели такой тоже опыт лучше их где-то или на лоджии или балкон или парничок или тепличка вот здесь их сохранять а уже когда установится хорошая погода благоприятная и будет хороший период пожалуйста готовьтесь к этому яму заранее готовьте заправляйте все как надо делайте и в этот благоприятный день высаживайте вот такой наш ответ мы это уже прошли и много раз получали отрицательный результат когда мы неправильно делали и сейчас мы уже имеем позитивный опыт и можем этим опытом поделиться с вами и мы делимся искренне с вами желаем вам чтобы вы были здоровы чтобы ваше растение были здоровы и чтобы та надежда которую вы с которой вы покупали и надеетесь на то что вот это растение принесет вам пользу потому что они очень дорогие эти растения мы хотим чтобы эта надежда ваша оправдалась и чтобы вы получили действительно хороший урожай здоровое растение и чтобы это растение много лет радовало вас своими урожаями авторы канала раиса криченко александр волик завершает это видео мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео будьте нам все здоровы здоровы мира вашему дому мира и добра пока пока я не знаю